Альтернативный выход. Жители ветхих домов смогут сдать свою квартиру государству, а взамен получить деньги. Об этом Александр Цибульский заявил на встрече с Дмитрием Медведевым. Расскажем подробности. ДТП с летальным исходом. Недалеко от поселка Красная перевернулся автомобиль. Погибла молодая девушка. Неисправность техники, ошибка водителя или плохое состояние дороги. Вместо 18-20 депутаты Госдумы поддержали повышение налога на добавленную стоимость. На чем и на ком это отразится в первую очередь и сколько заработает правительство. Начальная цена 63 миллиона. В регионе появится новый современный компьютерный томограф. Пациентам больше не придется летать на обследование в другие субъекты. Все на субботник. В Наринмаре продолжается экологическая акция «Чистые берега». На уборку вышли отдыхающие. И 19-й год предлагают объявить годом Пустозерска. С такой инициативой выступают местные краеведы. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Пришло время подвести итоги среды. В студии Олег Катанзейский. Новости начинаются. Деньги в обмен на квартиру в аварийном доме. Об альтернативных решениях проблемы ветхого жилья в регионе Александр Цибульский рассказал Дмитрию Медведеву. Эта тема стала центральной во время их встречи. Разговор двух политиков состоялся накануне в резиденции премьер-министра. Глава правительства напомнил. В 11 году, когда он впервые приехал в Наринмар, граждане жаловались на печальное состояние многих жилых домов. Из проблемных точек я сам это видел, потому что во время посещения округа мне это показывали. Может быть, одной из существеннейших проблем является ветхое аварийное жилье, доставшееся в наследствии с периода Советского Союза. Как вы предполагаете эту проблему решить? Глава Ненецкого округа отметил, что сейчас заполярный субъект, цитирую, находится на пике износа инфраструктуры, в первую очередь жилищной. В качестве первой меры для улучшения ситуации он назвал увеличение темпов строительства, чтобы выйти на 25 тысяч квадратных метров в год. Кроме того, мы смотрим еще дополнительные механизмы, которые могли бы быть альтернативными, могли бы максимально ускорить возможность для людей, не дожидаясь строительства. В условиях Крайнего Севера у нас, конечно, сезон строительства всегда растягивается минимум на два года. Поэтому мы предприняли два механизма, которые, нам кажется, сможет помочь людям решить эту проблему. Первый – мы ввели механизм однопроцентной ипотеки. Мы сегодня субсидируем процентную ставку банков людям для того, чтобы они могли брать ипотечные кредиты под 1%. Сегодня эта программа активно заработала, уже выдано кредитов на 350 миллионов рублей. Это 124 кредита, где-то 25 миллионов в региональном бюджете мы запланировали для того, чтобы эту ставку субсидировать. Это пользуется высоким спросом и, как нам кажется, помогает людям решать свои жилищные проблемы. Вторая – альтернативный вариант, который мы сейчас уже находимся в финальной стадии, завершающей стадии обсуждения – это возможность выкупа у людей аварийного жилья по среднерыночной стоимости определенным инстроем у нас в регионе, для того, чтобы они могли, получив деньги, купить себе жилье на вторичном рынке. Либо в нашем регионе, либо в соседних регионах, поскольку понятно, что программа переселения людей из Крайнего Севера остается актуальной. И тоже здесь, я думаю, уже мы разговаривали с людьми, разговаривали с жителями. Это пользуется большим спросом и вызывает большой интерес. Я думаю, что мы здесь тоже уже заложили определенную сумму бюджета. С этого года запустим эту программу для того, чтобы люди могли покупать жилье и либо оставаться в округе, если у них желание, либо переезжать. Мы хотим зафиксировать верхнюю ставку на уровне 72-74 тысяч за квадратный метр. Если они могут купить жилье дешевле этой стоимости в других регионах, мы будем предоставлять эти деньги. Но вот эта верхняя планка стоимости в округе будет верхней планкой стоимости в любом регионе России. Ну, понятно, что мы не сможем сфиксировать покупку жилья в Москве или в других дорогих регионах. Между тем, в рамках встречи стороны обсудили исполнение поручений главы государства по искоренению так называемых долгостроев. Александр Цибульский сообщил премьеру, в округе принято решение о возобновлении в ближайшее время строительства двух замороженных объектов молодежного центра в Наринмаре и школы в поселке Индига. Еще через год в регионе возобновят строительство школы садов Бугрино и детского сада в Хуроте. Медведев поинтересовался, как в целом Александр Цибульский оценивает ситуацию в Ненинском округе, в частности, финансовые возможности региона и уровень жизни населения. У нас была серьезная провалка по бюджету в 2016-2015 году. Это связано, вы прекрасно это знаете, что бюджет Ненинского автономного округа очень сильно зависит от конъюнктуры цен на нефть. Мы большую часть доходов, почти 80%, конечно, получаем от доходов. Это и налог на прибыль нефтяных компаний, крупных компаний, недропользователей, которые работают в округе. Но и также это прямые поступления от соглашения о разделе продукции на Харягинском месторождении. Провели большую работу. В целом мы сейчас вышли на бюджет, смогли уйти полностью от коммерческих кредитов. Я скажу, что в 2016 году, когда я пришел работать в регион, у нас был уровень коммерческого долга 3,6 миллиарда. Сегодня мы полностью ушли от коммерческого кредитования, выплатили все долги перед банками и 2 миллиарда заменили на долгосрочные облигации. Это тоже очень хороший инструмент, который нам, с одной стороны, дает расстрочку платежей, с другой стороны, с учетом того, что мы неплохо отторговались на уровне 7-8%, это нам дает сегодня экономию по сравнению с предыдущими кредитами больше 100 миллионов по году на обслуживание вот этого долгового обязательства. Это, значит, у нас бюджет, как я уже сказал, в целом выровнялся. Это нам позволило в том числе и вернуться к выплате некоторых социальных обязательств, которые были приостановлены в связи с падением бюджета. Это, я имею в виду, региональные обязательства перед нашими жителями, которые у нас были определены нашими нормативными актами. Мы исключительно исходили из подходов адресности, нуждаемости. И тем категориям граждан, которые особо в этом нуждаются, это, в первую очередь, многодетные семьи, это ветераны Отечественной войны, это дружники тыла, это семьи, усыновившие детей, мы постарались вернуть и даже немножко проиндексировать эти выплаты. Тем самым тоже, мне кажется, восстановили определенную справедливость, которая была. Ожидается, что в ближайшее время глава Ненинского округа проведет рабочую встречу с президентом. Подробности расскажем в следующих выпусках новостей. ДТП с летальным исходом накануне произошло на дороге на Рейнмар-Красное. Перевернулся кроссовер. В сауне находилась семья, трое человек, в том числе ребенок. Погибла женщина, 88-го года рождения. Что послужило причиной трагической аварии, сейчас выясняют правоохранительные органы. Сами же водители считают, что одним из факторов могло стать качество дорожного полотна. С мнением автомобилистов, согласно активисты ОНФ, как раз накануне фронтовики выехали с рейдом на грунтовую транспортную артерию. Репортаж Алины Волчийской. Первая остановка на шестом километре Лаевожской дороги. Именно здесь заканчиваются бетонные плиты и начинается так называемая гравийка. Здесь же первое опасное препятствие для водителей. Рядом со съездом приличных размеров яма. Один из проблемных участков – это съезд бетонного полотна. Вот мы с вами видим, что этот съезд не соответствует требованиям. То есть она ниже порядка 10 сантиметров, чем от полотна. Соответственно, повышается аварийная ситуация на дороге. Дальше начинается самая трудная часть пути. Езда по дороге, усыпанной крупным щебнем, удовольствие не из приятных. Машину трясет, местами даже подбрасывает. Следующая остановка уже на 10-м километре. Красновская дорога – дорога гравийная. Потому самую большую опасность для автомобилистов представляют огромные булыжники. Такой вот гравий убивает подвеску, ну а камни поменьше могут отлететь в рядом идущий транспорт. Причем такие случаи далеко не редкость. В автомобиле Ивана Родчева буквально за несколько минут до записи этого интервью отскочил камень. Теперь на лобовом стекле красуется трещина. Трясучка, надо лучше чистить предствием. Это как будто стиральная доска. Камни летят. Да, камни летят. Камень вот летел встречный, вон даже самое стекло. Эти 48 километров – единственная для красновцев возможность попасть в окружную столицу по суше. А выбираться в Нарьинмар вынуждены едва ли не половина жителей поселка. Едут на работу, учебу или за медицинской помощью. Поэтому и вынуждены рисковать каждый раз и своим автомобилем, и собой. Подвеска разлетается в хлам, месяц не проходит. Поддон можно пробить, без масла остаться, вообще без двигателя. Такая трясутся, руки трясутся, отъезды. А как вот вы считаете, почему оно такого плохого качества? Качество неплохое, надо грантировать почаще. Вот нормально. Убивают машинами. Да. Чаще надо... Или плиты ложить, или асфальт – одно из двух самое. Асфальт на Красновской трассе – это, конечно, из разряда фантастики. А вот грейдирование – реальный эффективный способ по выравниванию покрытия транспортной артерии. Только вот по словам автомобилистов, последний раз спецтехнику дорожников здесь видели с полмесяца назад. А то и раньше. Сегодня мы видим, что дорога, ну, она не очень хорошая, но она очень-очень плохая. И, как говорят жители, уже на протяжении нескольких недель по дороге не ходил грейдер. То есть вот те работы, которые должны проводиться для ее поддержания в нормальном состоянии, это грейдирование, оно не проводится. Из этого такие ямы, гравий и все прочее. За дорогу до поселка Красное отвечает Нарьинмар до Римстрой. Фронтовики уже выясняли у подрядной организации, по какой причине на межмуниципальной трассе должным образом не ведутся работы. Нарьинмар до Римстрой пояснили – сломался грейдер. Сейчас активисты ОНФ намерены обратиться в органы власти, чтобы вопрос по качественному содержанию транспортной артерии решился как можно скорее. Алина Волучейская, Сергей Качегов, Телеканал «Север». В продолжении темы. Число аварий с пострадавшими на региональных дорогах за первые шесть месяцев снизилось в два раза. Так, в январе-июне в субъекте произошло 11 ДТП с причинением вреда здоровью против 22 за аналогичный период прошлого года. Статистику озвучили в управлении Росстата по Архангельской области Минского округа со ссылкой на данные отдела ГИБДД. Что касается погибших, то это два человека. Авария с летальным исходом случилась на автозимнике Нарьинмар-Усинск, а также накануне на дороге Нарьинмар-Красная. Между тем, из 10 ДТП 10 произошли по вине водителей. Двое из них находились в состоянии алкогольного опьянения. В одной аварии виновен пешеход. Госдума утвердила повышение НДС. Документ прошел третье окончательное чтение. Итак, с 1 января налог на добавленную стоимость составит не 18, а 20%. Это не коснется лекарств и медицинских изделий, газет, журналов и книг по образованию, науке и культуре, а также детских товаров и некоторых продуктов питания. На них по-прежнему будут действовать льготная ставка. А компаниям, занимающимся внутренними авиаперевозками, например, в Крым, оставят нулевой процент. Всего же повышение НДС с 18 до 20% принесет федеральному бюджету более 600 миллиардов рублей доходов в год. Как рассказали в правительстве, дополнительные средства будут направлены на здравоохранение, образование, цифровизацию и инфраструктуру. Между тем, в новом документе также предлагается зафиксировать тарифы взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% в пределах установленной предельной величины. Дождались. В Ненецко-окружной больнице появится новый томограф. На днях учреждения здравоохранения объявило электронный аукцион на поставку аппарата. Согласно документам, в НРИНМАР рентгеновский компьютерный томограф на 128 срезов поставщик должен доставить в течение 80 дней с момента заключения госконтракта. Его начальная цена – 63 миллиона рублей. В стоимость также заложена сборка, установка, монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение правилам эксплуатации технического оборудования специалистов больницы. Как пояснили в профильном департаменте, прежний томограф выработал свой ресурс, поэтому администрации региона было принято решение закупить новый аппарат с широким функционалом, отвечающим всем современным требованиям. Напомню, с ноября прошлого года местных пациентов, которым рекомендованы исследования на компьютерном томографе, направляют за пределы субъекта за счет средств бюджета. Жителям оплачивают и стоимость услуги, и авиабилеты к месту проведения обследования. В Ненецком округе подвели итоги работы санитарной авиации за первое полугодие. За этот период вертолеты эвакуировали 150 пациентов, в том числе тяжелобольных. Такие данные приводят отделение экстренной и консультативной медицинской помощи Ненецкой окружной больницы. Как сообщают медики, за 6 месяцев текущего года виндокрылые машины с инавиации поднимались в небо 125 раз. Кроме того, регулярными рейсами вывезено за пределы субъекта 68 человек. В больницу Наринмара из отдаленных сел доставлено 58 пациентов. Между тем, из столицы региона, в Архангельск, выполнено 18 вылетов, эвакуировано 36 человек. Также местным врачам несколько раз приходилось спасать экстренных пациентов, членов экипажей, транспортных судов, которые работают в Баренцево море. По данным специалистов, на выполнение всех рейсов в общей сложности было направлено порядка 100 миллионов рублей. Деньги как федеральные, так и региональные. Добавлю, в составе экстренных бригад санавиации врачи Ненецкой окружной больницы, напомню, в 2017-м власти субъекта специально для санавиации закупили два новых вертолета Ми-8АМТ. Число местных жителей, страдающих ожирением, за год выросло на 22%. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения. По данным профильного ведомства, в 2016-м в Ненецком округе было зарегистрировано 440 человек с диагностированным ожирением, а годом позже заболевание вновь выявлено у 96 пациентов. Таким образом, число граждан, страдающих от лишнего веса, достигло 536. Как отмечают медики, причинами ожирения могут быть малоподвижный образ жизни, нарушение ферментативной активности, неправильное питание, стрессы, недосыпание, прием психотропных и гормональных препаратов. В регионе продолжается экологическая акция «Чистые берега». Накануне на уборку вышли местные школьники, в порядок перевели территорию рядом с Наринмарским морским портом. Это излюбленное место горожан, многие после себя оставляют горы различного мусора, в основном пустые бутылки из-под алгоголя. В этот раз к акции присоединились и отдыхающие, прямо в купальниках они вооружились мешками и пошли наводить порядок. Тем продолжит Ирина Нижалова. Давай, все, в этот пакет, потому что так тепло, этот пакет, что у нас пакет, да? Это тоже сюда мы, да? Старшеклассницы городских школ во время летних каникул помогают сотрудникам Центра природопользования наводить порядок на берегу Печоры. Каждую неделю здесь появляются новые кучи мусора, преимущественно бутылки. Буквально вчера еще здесь не было банок, бутылок. Сегодня дни хорошие стоят, а сегодня уже снова приходится убирать. Люди пластмассовые бутылки пытаются набить песком, выбросить в реку, ну и разбить стекло. Убирать стекло, конечно, очень сложно. Да и я считаю, что каждый должен подумать над тем, как наш город и округ сделать чище. Вооружившись перчатками и пакетами, школьницы убирают мусор за теми, кто решил оставить его на берегу. Присоединились к экологической акции и отдыхающие. Одна из них Галина. Сейчас она живет в Сыктывкаре. Приехав на Ринмарь, решила выйти с семьей к речке. А там, где вы живете? В Сыктывкаре? Там чище? В Сыктывкаре, наверное, да. Немногим. Тоже есть места для отдыха, но люди там все-таки стараются поддерживать чистоту. Меня радует, что приходят заинтересованные люди, вовлекают других жителей в то, чтобы убирать за собой. Как думаете, можно у нас в России воспитать культурных людей, чтобы за собой убирать мусор? Я думаю, что все идет из семьи. Если в семье принято убирать, не принято бросать на улицы, не засорять окружающую среду, то ребенок будет вести себя точно так же и в других местах. Все идет из семьи. Как нам рассказала Анна Булатова, подобные акции по уборке берегов от мусора проходят и в населенных пунктах округа. Сегодня в Наринмаре, в районе Морского порта, старшеклассники вместе с отдыхающими собрали 12 мешков с различными отходами. В прошлом году мы вывезли более 4 тонн с этого берега. В этом году гораздо чище, но хотелось, чтобы мы не прибегали к еженедельной уборке территории, чтобы это было уже в норме жителей. Внести свой вклад в уборку берега реки Печора может каждый отдыхающий. Только совместными усилиями мы сделаем наш округ чище. И важно помнить, чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Ирина Нежалова, Антон Годряков, Телеканал «Север». 2019 год предлагают объявить годом Пустозерска. С такой инициативой выступило Ненецкое региональное общество краеведов. Исследователи считают, это может дать новый импульс решению проблем арктического города, что положительно скажется на популяризации его исторического наследия. Кроме того, следующий год юбилейный для Пустозерска, первому русскому городу за полярным кругом, исполнится 520 лет. На сегодняшний день многое делается для сохранения наследия Пустозерска. Финансируются работы по изучению памятников археологии в районе Городецкого озера. С 2012 года учреждена памятная дата – День Пустозерска, ежегодно отмечаемая в сентябре, и многое другое. Тем не менее, актуальной остается задача введения в научный оборот всероссийского уровня и широкая популяризация территории культурного наследия уникального памятника. Напомню, построенный в 1499 году, Пустозерск стал одним из главных форпостов России в освоении Сибири и Севера. Сейчас же на его месте осталось лишь кладбище с множеством крестов. Сегодня первый арктический город за полярным кругом – памятник археологии федерального значения и туристический объект. Что касается инициативы объявить следующий год годом Пустозерска, то выразить свое мнение можно на официальной страничке регионального общества краеведов ВКонтакте. Такова была информационная картина дня. Спасибо, что были с нами. И далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире.